Продолжение следует... 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 любовь. Мероприятия, посвященные Дню города, нашли свое продолжение на главной площади Бреста, площади Ленина. В дружном едином строю промаршировали перед присутствующими представители городских предприятий и заводов, молодежь и главные гости праздника – ветераны. Последние, кстати, не только принимали слова благодарности за свой великий подвиг, но и сами выражали признательность организаторам всего праздничного действа, а также берестейцам за сохранение памяти и уважение к событиям тех далеких военных лет. Чувствую веселье, чувствую, что люди празднуют праздник, именно такой великий праздник, как нас в Бреста. Важно то, что мы освободили и оставили живы. Я освобождал Брест, именно Брест освобождал. Поэтому большое вам спасибо за то, чтобы так красиво оформили такое праздник. Мэр города Александр Полышенков, поздравляя Брещан, еще раз подчеркнув важность и значимость сохранения того, что принято называть духовным и культурным наследием. Брест – город с многовековой историей. Не раз жителям приходилось отстаивать не только независимость, но и собственные жизни. А потому сохранить мирное сегодняшнее небо, полученное немалой ценой – долг каждого из нас. Брест всегда был городом-тружеником, городом-воином. Он неизменно становился борцом, когда над ним сгущались темные тучи военного лихолетия. Город часто переходил из рук в руки, не раз подвергался грабежам и разрушениям, но всякий раз, как птица, феникс восстанавливался и знавнего отстраивался. Сегодня наш древний город с каждым годом становится все моложе и динамичнее. Представляет новые привлекательные черты. Это отмечают многочисленные гости. Об этом с гордостью говорим и мы сами. Бересте, Брест, Литовск, Брест. Наш город, меняя название, никогда не изменял себе. Первое, что отмечают гости, приезжая на берестейскую землю – необыкновенную красоту природы и удивительных людей. Дружелюбных, открытых и щедрых, настоящих, радушных хозяев, которые всегда с хлебом и солью встречают тех, кто приходит с миром, но готовы бороться за родные поля и леса, если вдруг кто-то решит посягнуть на святое. Люди – это душа города, его главное богатство и достояние. И сегодня каждый берестеец, поздравляя земляков, находит такие слова, что становится понятным. Брест – наш общий дом. И сегодня наш общий праздник. Мирного неба над головой, солнца, хорошей погоды, улыбок, счастья, здоровья, конечно, всем в этот праздник и вообще всегда. Чтобы город был мирный, добрый. Организация великолепная, все красочно, интересно, без слов. Замечательный праздник, хорошее настроение, погода соответствует. Одним словом, ну, что всех с праздником города. Анастасия Стропко, Виктор Халявко, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Калейдоскоп праздничных мероприятий, посвященных Дню города, продолжился около памятника тысячелетия Бреста. В этом году юбилей областного центра ознаменовался чередой возведением новых объектов, а также почтением хоть и молодых, но уже сложившихся традиций. Речь идет о торжественной церемонии открытия Брестской хореографической школы имени Погодина, а также пополнением аллеи литературных фонарей на улице Гоголя 11-ю коваными фигурами. Однако особый колорит с исторической изюминкой торжественным мероприятиям придала демонстрация еще одного интересного арт-объекта на бывшей Миллионной улице. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой. «Миллионник» название нового фонаря отсылает гостей и жителей города к историческому прошлому улице Советской, когда она носила название «Миллионная». Сегодня новый арт-объект положил начало еще одной доброй традиции. По задумке автора, если кинуть монетку в огромный кошелек, пополнение финансов в собственной копилке обеспечено. Однако на этом сюрпризы с фонарями не закончились. На улице Гоголя появилось 11 замысловатых кованых фигур. Задорный булочник с подносом ароматной выпечки. Карета, выполненная по мотивам гоголевских рассказов. Доменная печь с прилавком, за которым каждый может применить роль гостеприимного хозяина или радушного гостя. «Фундаментально, здорово. Просто хочется прикоснуться к каждому фонарю. Настолько интересно, поэтому и гордость такая, что вот у нас есть такая ли фонарей». «Это придает какие-то положительные эмоции, это воодушевляет, ну и располагает на хорошее настроение, на отмечание праздника». «Город становится очень красивым по сравнению с 10 лет назад и сейчас. Это небо и земля. Это вообще бесподобно. А приезжающие люди очень довольны. Они считают маленькой Европой». «Да вы смотрите, как люди отдыхают. Как Европа. Красота». Эстафету грандиозных подарков ко дню города приняла Елена Дронь, директор детской хореографической школы искусств имени Погодина. Сегодня она получила символический ключ от нового здания, но у Советской и Коголя. «Сегодня, ну это, наверное, один из последних моих подарков, которые я пропустил через себя, потому что дорога мне обошелся не по одни денег, а по одни того, чтобы отстоять это здание, чтобы найти возможность его запроектировать и сделать то, в виде, в котором вы его сегодня видите. Я не обманул людей на площади, когда сказал, что этот зал будет мало чем отличаться от царского сельского парадного зала царей». Этого события воспитанники и преподаватели хореографической школы ждали долгие 27 лет. И вот сегодня настал звездный час. У них появился новый дом. По традиции, директор Елена Дронь провела для гостей экскурсию по залам и кабинетам элитного здания. В качестве изящного рощерка в конце письма, а в нашем случае знакомство со школой, стало выступление воспитанников, которые по звуке оркестра исполнили классический бальный танец. «Это здание оборудовано всем полностью для занятий плодотворных, полноценных для занятий хореографии, чего нельзя было, конечно, сказать о предыдущих наших помещениях. Здесь есть балетные классы, конференц-зал, залы для занятий теоретическими дисциплинами, для занятий индивидуальными занятиями игры на фортепиано, то есть все». Безусловно, такая насыщенная программа торжественных мероприятий и сменяющихся друг за другом сюрпризов подарила гостям и жителям нашего любимого города незабываемый праздник. Праздник в перемешку с воздушными шарами, яркими номерами выступающих и веселым смехом. Было бы несправедливым не сказать сегодня о градоначальнике, главном человеке в городе. Весь этот день удался на славу во многом благодаря его слову, делу о главной любви к родному уголку на планете Земля. Поэтому в этот день поздравление мэра Александра Сергеевича Полышенкова с Днем Города имеет особое значение для людей, преданных сердцем и душой городу над Бугом. «Я благодарен судьбе, что мне посчастливо работать с нашими горожанами. Это, наверное, не найти таких людей с их преданностью нашему городу, любовью нашему городу, терпением и дружелюбием. Я желаю от всей души всем горожанам счастья и добра, здоровья и благополучия. И чтобы в каждой семье, в каждом домике, в каждой клеточке была радость». Виктория Дрогобецкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарщук. Специально для итоговой программы. Академический вокал, приправленный аргентинской музыкой, импровизации в стиле джаз и непременный калейдоскоп бальных танцев. В городе над Бугом в честь празднования 995-летия Бреста был дан 11-й Брестский бал. Несмотря на летний сезон отпусков на сценических подмостках Брестского академического театра драмы, выступили маститые музыканты и исполнители с разных уголков мира. О фортепианной музыке и танцевальной феерии расскажет Виктория Дрогобецкая. Начальный аккорд 11-му Берестейскому балу по традиции дал праздничный концерт. Фортепианная партия в исполнении концертмейстера Белгосфилармонии Екатерины Матах. Вихрь аргентинских мелодий от пианицки Марины Кулов. Особый колорит музыкальному коктейлю придало выступление мастера джазовой импровизации Гарри Гутмана. Праздник музыки, праздник красоты, праздник любви, праздник настоящего высокого истинного искусства, которое запоминается, которое на сердце ложится. К этому надо стремиться и воспитывать с раннего детства всех. Логическим продолжением музыкальной феерии стало приглашение к танцевальной части бала. Под звуки городского духового оркестра, под управлением Валерия Коваля, дамы в шикарных бальных платьях и галантные кавалеры в строгих костюмах демонстрировали свое умение владеть танцевальными пируэтами. Люди из того времени приходят, они красиво тоже готовятся, наряжаются, они общаются. Для них это своеобразное продолжение жизни. Многие ко мне подходят и говорят, Валерий Борисович, мы вам просто благодарны за то, что вы продлеваете жизнь. Андрей и Елена Воробей в третий раз вальсируют на Берестейском балу. Оба в исторических костюмах кажется, будто они сошли со страниц пушкинских романов. На вопрос, что для вас Берестейский фестиваль звуков и танцев отвечают просто. Возможность окунуться хотя бы частично в историческую атмосферу, то есть тут танцы не современные, танцы исторические, вальс, полонез, под Испанию, это и привлекает. У нас интерес к истории вообще, не только к балам, мы затронули как бы краем тот период и нашли его очень-очень интересным. Очень красивые джентльмены, изумительно одетые барышни. Где еще, можно увидеть такое. Кстати, раньше бальные танцы были универсальным инструментом для налаживания личных отношений. К примеру, во время все тех же мазурочных ритмов можно было наметить себе понравившегося кавалера или даму. Как знать, возможно, некоторые впервые танцующие пары на Берестейском балу продолжат свой танец, ставшим танцем любви и в дальнейшей жизни. Ну а в целом, Берестейский бал дал гостям возможность окунуться в романтизм тех незапамятных времен, когда торжественные балы маскарады были неотъемлемым атрибутом придворной жизни монархов и королей. Итак, дамы и господа, приглашаю вас на следующий танец. Виктория Драгобецкая, Дорог Бакунович, Дмитрий Лазарчук, специально для итоговой программы. Бресту 995 лет. Для каждого, кого судьба связала с нашим замечательным городом, это не просто праздничная дата. В ней, как в зеркале, отражается сложный путь, наполненный различными испытаниями на прочность и талантливость, на выдержку и выносливость. Все брещане стараются жить и работать так, чтобы каждый новый день наполнять добрыми делами, идущими на пользу родному городу, родной земле, на пользу ее трудолюбивых людей. Ведь Брест – это мы. С праздником вас, Брещане! В день рождения нашего города желаем всем нам оставаться настоящими хозяевами, рачительными, заботливыми и любящими. Пусть зеленеют скверы и парки нашего города, множатся и никогда не пустуют школы и детские сады. Пусть радостные голоса детей звенят на улицах, пусть будут здоровы наши родители, пусть счастье и благополучие поселятся в каждом доме. С праздником, город Брест! С праздником, Брещане! Мы будем жить теперь по-новому! Говорят специалисты одного из крупнейших производителей ликероводочной продукции в Беларуси – Брестского завода «Белалка». Это предприятие многие годы успешно работает на внутреннем и внешних рынках. И это неудивительно. Более чем вековая история, своеобразный бренд предприятия и его визитная карточка. Но в четко выстроенной руководством политики открытого акционерного общества, которое ориентировано на повышение конкурентоспособности, наращивание экспорта, модернизации и оптимизации, есть четко оговоренный пункт – забота о людях, которые работают на предприятии. Вероятно, именно заботой и руководствовался директорат, когда задумал построить новое офисное здание. Конечно, на это есть ряд и других причин, но факт остается фактом. Торжественное открытие нового корпуса в канун праздника города уже состоялось. С места событий Лариса Осмолович. За более чем вековую историю год создания предприятия «Белалка» 1897-й пройден большой путь от маленького заводика до крупного предприятия, которое успешно работает на внутреннем и внешних рынках. Только за последние пять лет производственные мощности «Белалка» выросли на 30%. Ежегодный объем выпуска ликероводочной продукции составляет 20 миллионов литров. Но увеличивая столь серьезные объемы, совершенствуя, технически обновляя и укрепляя материальную базу, площади не увеличивались. Прошло 117 лет, и завод претерпел множественные изменения, и расширялся, и на сегодняшний день площадей не хватает. И поэтому мы на высвобожденных площадях размещаем, расширяем лабораторию и ликерный цех, водочный цех. Поэтому сюда уходит вся администрация, а весь технический персонал остается в более комфортных условиях на самом предприятии. Это, конечно, вопрос и качества продукции, выпуска продукции, ну и, естественно, добавленной стоимости, за что мы работаем. Принятое решение по строительству нового административного здания было поддержано. Вопрос, где строить, не стоял, конечно, на улице Советская, где располагается головное здание. Поддержали городские власти. А желание как можно быстрее отпраздновать новоселье позволило в историческом месте менее чем за год построить новое здание, как нельзя лучше вписавшееся в архитектурный ансамбль. Символический ключ вручил новоселам Михаил Вотчиц, генеральный директор строй 300 номер 8, работники которого и построили всю эту красоту. Я думаю, что это достаточно весомое событие. Наверное, впервые за десятки-десятки лет ликороводочный завод расширился вот здесь, на территории города Брест. Увеличили в два, в три, в четыре раза объемы продукции, и все это было на этой площадке. Сегодня у завода есть новый административный бытовой корпус, есть складская зона города Брест. Я думаю, что это не последний шаг, который будет сделан еще на территории города этим заводом. Примечательно, что на торжественную церемонию открытия были приглашены не только сегодняшние руководители города и области, но и те, кто вели областной центр к процветанию ранее. Впечатления от нового здания, от экскурсии по кабинетам, пока пустующим, самые яркие. Дорого внимания ветеранам, но еще больше дорого, что их труд продолжили люди достойные. Город старается для того, чтобы подарить нашим горожанам самые лучшие объекты, самые лучшие предприятия. Так вот сегодня велся Астервест, прекрасный центр торговый на углу Машерова и Ленина. Сегодня ввелся официальное офисное здание ликровочного завода. Мы очень гордимся. Наш город каждым днем процветает, каждый днем все краше и краше становится. А поглядеть, какие сегодня улицы. Сплошное асфальтирование. Нашим водителям только за радость ездить по таким улицам. Удачи всем. Поздравляю всех наших горожан с праздником, потому что это самый великий праздник. Мы все брещане и мы гордимся тем, что мы живем в городе Бресте. Руководители открытого акционерного общества «Белалка» на достигнутом останавливаться не собираются. Ведь все течет, все изменяется, расширяется линейка продукции, увеличиваются объемы. А потому в скором времени потребуются и новые заводские площади. Тем более, что предприятие активно работает на экспорт. Известна наша продукция не только на нашем рынке внутреннем, но и за рубежом. И в дальнем, и в ближнем зарубежье. В общем-то пользуется большим спросом. Залог нашего успеха, я считаю, наверное, в качестве. Прежде всего вкладывается душа наших работников в выпуск нашей продукции. В общем-то придерживаемся качества и повышаем его с каждым годом. Используем только натуральное сырье. Экспорт осуществляется у нас на сегодняшний день достаточно стабильно. 15 стран мира. И в прошлом году мы отправили на экспорт около 6 миллионов бутылок. Это 14% нашей продукции, выпускаемой всего. Это достаточно большой процент, который, естественно, мы берем не только количеством, но и качеством. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. И еще об одном праздничном событии. В этой службе нет и не должно быть мелочей. Ведь зачастую именно от профессиональной и качественной работы этих самоотверженных людей зависит самое главное – человеческая жизнь. Это слова о пожарных спасателях, которые 25 июля отметили свой профессиональный праздник – 161-ю годовщину со дня образования. Можно с полной уверенностью сказать, что в Брестском управлении по чрезвычайным ситуациям нет случайных работников. Каждый сотрудник, избравший своим предназначением противостояние огненной стихии, с честью выполняет долг. Приходит на помощь, не думая порой о собственной жизни. А это – показатель истинного профессионализма, который присущ только настоящим мужчинам. Их по праву можно считать героями наших дней и испытывать гордость за выдержку и силу, проявляемые в нелегкой ежедневной службе пожарных. А свой праздник они отметили довольно ярко. Но самым главным событием в череде чествований стало открытие кованой скульптурной композиции на улице Гоголя. Об этом и не только вы узнаете из следующего материала выпуска. Служба с вековыми традициями, так можно назвать, сегодняшний день сотрудников по чрезвычайным ситуациям. И они не только продолжают эти славные традиции, но и приумножают их делами и поступками. Они звенья в цепи спасения, и прочность ее зависит от каждого из них, от их сплоченности и силы. У них нет права на ошибку и лень, нет возможности стоять на месте и проявлять безразличное. Но есть призвание спасать людей и помогать им в трудных ситуациях. Так было когда-то, так есть и сейчас. В честь пожарных, прошлых лет и сегодняшних, на красивейшей из улиц города Бреста установлена кованая скульптурная композиция. Ее открытие стало еще одним изысканным украшением на Гоголевской аллее фонарей. Мы очень довольны этим событием, этим решением. И надеемся, что вот эта скульптурная композиция дополнит те замечательные скульптурные композиции, памятники в нашем городе Бресте. И будет как бы символизировать, да, профессию пожарного спасателя. И вместе с тем будет способствовать повышению в нашем обществе культуры безопасной жизнедеятельности. У нас, я скажу, замечательные ребята. Замечательные ребята. Смелые, решительные, очень добросовестные. И главное, что без промедления всегда готовы прийти на помощь людям. В Брестском городском отделе по чрезвычайным ситуациям работают смелые, отважные, профессиональные ребята. Молодые, с огоньком, с энергией, готовые решить любую поставленную задачу. И что самое такое хорошее, то, что огонек этот не унывает. А с каждым годом все более и более распыляется и более и более они отверженно выполняют свои задачи. Колоритный пожарный зажигает спасительный фонарь в окне, за створками которого находятся люди в беде. Луч его ведет к свету, к освобождению, к жизни. На протяжении тысячелетней истории нашего города, наш город неоднократно был повержен, ну, наверное, практически выгорал дотла за всю свою историю не один раз. Были очень крупные пожары, где погибало большое количество человек. Они описаны в истории, они описаны в какой-то летописи. И учитывая, что мы, спасатели пожарные, служим вот именно в это время, в время, когда мы празднуем тысячелетие нашего города, возникла такая идея, что именно профессия, которая всегда была рядом с нашими жителями, профессия, которая помогала выживать в сложных ситуациях. Мы решили, наверное, соорудить такую композицию, которая именно эту профессию подчеркнет и покажет именно ту ее благородную миссию, которую она всю тысячелетнюю историю города выполняла. В День спасателя брестские МЧСовцы ввели еще одну традицию. Более 60 новобранцев, которые сделали выбор в пользу работы в МЧС, поклялись верой и правдой служить на благо родной страны и белорусского народа. Впервые в истории Брестского областного управления церемония принятия присяги прошла на священной земле Брестской крепости. Начальник структуры Константин Шершурнович уверен, что такая инициатива обязательно должна быть продолжена и в будущем. Подвиг солдат Великой Отечественной войны, пример того, как человек может любить свою родину, должен стать настоящим ориентиром для каждого нового поколения спасателей. Только здесь, где священная земля, где пример мужества, отваги, защитников Отечества, он же должен всегда быть в наших сердцах. И мы это чувство должны передавать молодому поколению, потому что работник органов и подразделений, он каждый день, по сути говоря, в бою. Любое чрезвычайное происшествие, любой пожар, независимо от места его происхождения и размеров, это всегда сражение, это защита жизни и здоровья наших граждан. Наверное, благородное дело. Не каждый, наверное, согласится пойти, которые будут бояться, не которые просто захотят другой жизни. Спасатель – это не просто профессия или работа, как бы пафосно ни звучали эти слова. Но служба в МЧС – это настоящее призвание. Однажды выбрав такой путь, человек очень редко меняет курс, посвятив всю свою жизнь спасению жизней других людей. Для этого необходимо не одно или два определенных качества, а целый набор характеристик и не последнее место, в котором занимает совершенствование профессионализма. Потому учения Брестские спасатели проводят с завидным постоянством. Накануне профессионального праздника на территории свободной экономической зоны Брест были проведены международные учения. В ликвидации условно-чрезвычайной ситуации было задействовано пять единиц техники подразделений Брестского областного управления МЧС и одна автотестерна Государственной пожарной службы города Бялоподляска. Руководители учений двух стран дали положительную оценку действиям всех участников и заявили о том, что данные мероприятия станут отправной точкой для реализации совместных проектов в рамках трансграничного сотрудничества. Я думаю, что такие учения играют важную роль в сохранении и развитии трансграничного сотрудничества. Мы неоднократно приходили к выводу, что только действуя сообща, плечом к плечу, мы сможем ликвидировать любую угрозу техногенного характера на территории пограничных стран и не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций. Но не только трудовыми буднями наполнена жизнь спасателей, они умеют и отдыхать красиво. Именно поэтому по инициативе сотрудников Брестка областной филармонии было принято решение возродить старую традицию провести бал главными героями, которого остались сотрудники МЧС и их супруги. Насладиться живой камерной музыкой, станцевать на мраморном полу классические полонез, мазурку и венский вальс под ярким светом золотых люстр смогли все пришедшие на торжество. Вот такой праздничной колонны после открытия скульптурной композиции уже по традиции все собравшиеся отправились в городской парк, где взрослые и дети смогли принять участие во множестве конкурсов викторин, лицезреть выставку пожарной аварийно-спасательной техники, одним словом, прикоснуться к пожарному делу. Много техники интересной, я такого еще никогда не видел. Наверное, ты хочешь стать пожарным спасателем? Ну да. А почему? Хочется людей спасать. Что ты пожелаешь будущего спасателя? Ну, чтобы было поменьше пожаров, конечно же, побольше хороших рабочих и чтобы у них все хорошо получалось. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу BookInform. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горящая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Продуктивных вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. В последующие двое суток погоду в нашей стране обусловит антициклон, смещающийся с Эстонии на Смолинскую область. На Брещене ожидается усиление жары. Воскресенье в ночные часы до 20 градусов тепла. Днем максимальный фон составит 29 градусов. Пройдет кратковременный дождь, что при теплом юго-восточном порывистом ветре весьма облегчит жару. Начало рабочей недели будет еще жарче. Максимальный температурный фон суток составит 30-32 градуса. День будет очень жарким, осадков не предвидится. Синоптики рекомендуют воздержаться от длительного нахождения на улице людей, страдающих сердечными заболеваниями. Родителям следует детей держать под неусыпным вниманием. Лучше всего эти дни проводить на луне природы. Но в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, в лесах Белоруссии резко возрастает пожароопасность. Отправляясь в лес, не забывайте об этом и будьте осторожны с огнем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова